Здравствуйте, пожалуйста. Ну что, маленькие, но приятные новости продолжают волновать наши сердца. На этот раз респект Бахчисарай. Небольшой, но чудесный город-сад покорил сердца путешественников. Эксперты составили рейтинг малых городов России, наиболее популярных у туристов для путешествий и отдыха в ноябре. Бахчисарай вошел в пятерку самых-самых вместе с Суздалем, Переславлем-Залезским, Осташковым и Олонцом. Среди достоинств не только красоты и памятники истории, но и недорогое жилье. В Бахчисарайе 1600 рублей за две ночи, в Суздале 3200. Ничего так разница, правда? Уметь надо. Ну и погода благоволит солнечному полуострову, значит продолжается поток гостей. Правда, развороченные улицы Симферополя пугают туристов. Что у вас происходит, спрашивают они. На этот вопрос хорошо ответил Сергей Аксенов. И, кстати, глава Крыма предупредил, что не позволит ремонтникам валять дурака на улицах крымской столицы. Ну, у нас еще серьезные проблемы с общественным транспортом. То владельцы автобусов не понимают, какую сферу им доверили, то водители хамят и терроризируют пассажиров. Короче, с некоторыми перевозчиками, у которых на уме одно лишь, извините, бабло, договоры будут расторгнуты. Пусть вон индюков на ферме перевозят, там публика попроще будет. Позор гусям! Индюки и люди, братья! Что до решения симферопольских проблем, то пришлось вмешаться к главе Крыма. И это плохо, потому что не для того у нас целая мэрия штаны протирает. Но это и хорошо, потому что благодаря вмешательству руководства республики ситуация в беспокойном хозяйстве столицы стала меняться к лучшему. А чтобы городские чиновники послушали, что о них думают симферопольцы, Сергей Аксенов обязал их пока ездить на работу на маршрутках. В первую очередь пригласил в пыльные автобусы мэра, его замов, главу горсовета, который, прости господи, бывший мэр, ну и других сановников. Обязал в целях, так сказать, близкого знакомства с народом. Так что, если кто-то из них в забитой маршрутке прижмется к вам уютным животом или будет тяжело дышать в ухо, не пихайтесь, а вежливо поздоровайтесь и поинтересуйтесь, как дела. Только не спрашивайте, когда в Симферополе закончится бедлам, станет чисто и появятся велодорожки. Не надо расстраивать чиновника, ему и так тяжело было окунуться в народ. Ох уж эти чиновнички, поди, знай, что у них там в голове шуршит. Тем не менее, политическая воля главы Крыма есть, значит, так или иначе, а дорожный ремонт в Симферополе будет завершен. Мусор вывезен, общественный транспорт поедет по правильным маршрутам, а водители не станут грызть пенсионеров и других льготников. Но ведь справились с бедой в Армянске, решаются дела с пострадавшими в Керченской трагедии. Но, как вы понимаете, не всем нравятся добрые дела крымской власти. Сетевые хомячки тут как тут. Еще 26 октября на официальном сайте администрации Керчи в ответ на лживые слухи было опубликовано сообщение, что одной из пострадавших студенток Наталья Калиниченко, как и всем другим, выплачена положенная сумма. Она сама отправлена в Москву на лечение. Туда же помогли добраться ее отцу, где ему предоставили бесплатное проживание. Об этом же написала и известная актриса Яна Поплавская, которая проведала пострадавшую Наташу и встретилась с ее отцом. Вот и все. Как бы и говорить не о чем, но нет. Хомячки подняли вой, как всегда, на тему «власть плюет на жертв и издевается». Сначала один любитель падали забился в истерике в соцсетях, выкладывая лживые комментарии. Затем в надрывное рыдание впал другой «свободный голос Крыма», как его называют киевские бандеровцы. Ну а дальше поднялся вой остальной стайки фальшивых сетевых родителей. Оттоптались на чужом горе по полной программе. Призывы власти к сетевым активистам не глумиться и опровергнуть ложь, конечно же, не были услышаны. Они и так истерично вопят, что ничего не слышат, да и не хотят. А вот к кричам Леонида Гозмана, который духовный брат наших сетевых крикунов, прислушаться надо. Этот штатовский трубадур на федеральных каналах что-то там заявляет об аннексии Крыма. Ну так пусть ФСБ оценит его антигосударственные высказывания на предмет подрыва территориальной целостности России. И лучше бы Лене Гозману у нас не появляться. Неласково мы встретим московского бандеровца. Зато американцев приглашаем лечиться телом и душой в наших санаториях. После того, как на днях штаты ввели новые санкции против наших курортных заведений, посольство России официально пригласило граждан заокеанской державы к нам на отдых. Пусть приезжают, чтоб Трампу стало кисло. А ему и так от Крыма сильно кисло. Недавно спустил собак на своего предшественника Барака Обамку. Мол, это он во всем виноват. Да уж, нечего сказать, ума палата у обоих. А вот их летчики повадились летать у Крымского моста. Наверное, фотографируются на его фоне. Наши истребители регулярно отгоняют этих назойливых мух. И порой так отгоняют, что они возвращаются на базу с полными штанами. А потому что не надо нас нервировать своим жужжанием. И на сегодня у меня все. Удачи и всегда смотрите Первый Крымский. Субтитры создавал DimaTorzok